Здравствуйте, с вами VGaming. Продолжаю играть в Mobile Legend Adventure. Игра зацепила, здесь есть соревновательный дух, нет никакой энергии, тыкай кнопочки хоть целый день, никаких ограничений. Играю уже четыре дня. Начнем просмотр с призывов. Сделаю 39 призывов, и надеюсь все таки повезет и выпадут хорошие пятизвездочные герои. Иритель, Баданг, Ланселот. Эх, не то что конечно я ожидал, ну ладно, буду пробовать их в бою и потом скажу свое мнение о них. Перейдем к моей основной группе. Одетту перевел на 101 уровень, все еще она у меня самая главная ударная сила, как ни крути, без нее я никуда. Авроре не хватает эссенции, так бы тоже перевел на 101 уровень, ее заморозка спасает очень часто. Гроку сделал 100 уровень, чтобы стоял получше, но на 101 уровень не смогу перевести, ему не хватает звезд и скорее всего, не скоро я получу еще одну копию игрока для того, чтобы повысить ему звездочки. А Матерасу продолжает набирать обороты. Ее способность к неуязвимости и восстановлению здоровья, когда оно дошло до нуля, действует как отвлекалочка. То есть если есть враг, который прыгает, например герой с рапиры Ланселот, то ставляв Матерасу позицию, куда прыгает этот враг, он ее добивает, а она восстанавливается. Тем самым хоть как-то пытаясь выиграть время для остальных героев. Этот герой с рапиры на 15-10 доставил очень много хлопот. Вчера прошел лабиринт, докопилось достаточно монет для покупки эссоса. В популярности героев он занимает второе место. Думаю, с покупкой не ошибся. Лекарь всегда пригодится. Вот это и есть моя основная группа. Стратегия боя, которая основана на Адете, ее ударной мощи. Эссосу главное успеть ультануть. Грок удерживает на себе врагов сколько может. Аврора задерживает врагов заморозкой, а Матерасу отвлекает на себя удар сильных врагов. Компания сейчас на 15-20. Троить этапы стал гораздо чаще, то есть перепроходить и перепроходить, пока не пройду этап. Было один раз такое, что группа не справлялась особо с этапом, но на 20-й попытке этап был пройден. Интересно, но это факт. Башня Вавилона сейчас на 111 этаже. Прогуны на заднюю линию очень мешают. Эссос не успевает набрать энергии, чтобы вылечить героя. Как бороться с такими прогунами, кроме Матерасу, пока не знаю. Руины Акаши и вторую главу пока не могу пройти. Подожду вечера, пока накопится опыт, чтобы кого-нибудь поднять. Может пройду полностью. Спасибо за внимание. На этом четвертый день игры окончен. Впереди еще много всего интересного. С вами был VGaming. Подпишись на канал, ставь лайк, бах и в колокол. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok